Новое меню для бойцов. Правительство одобрило улучшенный рацион для военных и до конца года старые сухопайки заменят на новые полевые наборы. В рацион военных впервые включили сухофрукты, шоколад, кофе, вкусные первые и вторые блюда. Вместо консервных банок используется пищевая упаковка, а разогревать пищу солдаты смогут без огня. Журналисты проекта «Донбасс Реалии» продегустировали новое меню вместе с бойцами на передовой. 20 минут. Супчик готов. Все очень просто. Олег Физер, позывной шеф, здешний шеф-повар. Свою импровизированную кухню обустроил прямо на передовой, в нескольких сотнях метров от позиции боевиков в поселке Пески, неподалеку от Донецкого аэропорта. Сегодня в его обеденном меню блюдо дня – гороховый суп. Война войной, а обед по распорядку и обязательно с первым. Девиз главного местного кулинара. Но в распорядок часто вносят свои коррективы и обстрелы с той стороны. Он слышит, как раз, где Сидебий. Минометы работают. В ближайшем позиции противника находится метрик 800 тысяч. Быстро приготовили, быстро поели на передовой, особо рассиживаться не приходится. Оттого сухпайки здесь вещь незаменимая. Вот только ассортимент мог бы быть поразнообразнее, говорят бойцы. Для быстрого приготовления, там, что педегриты, есть бульоны, там, в упаковках запечатанные. Так лучше какие-то жидкие, чтобы можно подогрел, поел. В Министерстве обороны рапортуют, мол, учли пожелания бойцов и сухпайки усовершенствовали. Только теперь пайки вовсе не сухие. В рационе есть борщ или суп на выбор. А еще разные каши, несколько видов мяса, джемы, шоколад, сухофрукты, кофе, чай, приправы. Семь разных ежедневных меню. Раньше, взагалі, на обід, ну, це парадокс, но там шла тільки тушенка. Вот просто входила металовая баночка тушенки, галеты, об яких я особисто зламав дві пломби, потеряв, і чай. Кроме того, в придачу к сухпайкам будуть выдавать беспламенные нагреватели. І еду разогреть можно, і не надо бояться, що противник заметит костер ілі дым. І ще одно ноу-хау від Минобороны. Консерви – вчерашній день. Сьогодні їх смінили так называємый реторт-упаковки. Максимально легкі і прочні, уверяють разработчики. На слово не верим, проверяєм прямо в кабінеті. Із столичного кабінета везем новинку на передовую. Военные в песках, експерты, проверенные полевой кухней. Ізучають все досконально, со знанням дела. Алюмінько – це вже добре, це розогреть удобно. Опытний взгляд сходу вичисляє не тільки плюси, но і минуси. В пакеті «Красний борщ» шеф знає – це любиме блюда бойців. Тому його експертизу проводять особливо тщательно. У бойців свої особі критерії оценки нових сухпайков. Так, дійсно, набагато удобніше. Ти 10 пакетів взяв, можеш піти в секрет, куди тебе по бойових задачах пошлют. І ти собі гріша – візьми 10 банок тушенки. Але 10 банок і 10 пакетів – разниця була виглядна. Во время дегустації мяса бойці чесно пытались почувствовать разницу. Обичне мясо, в принципі. Там, в принципі, таке ж саме. А в Минобороны своим ноу-хау довольны. Говорят, теперь дело за тендерами. І все подсчитали – один такой сухпайок для бойців на передовой буде стоить почти 170 гривень.